Дамба на реке Рыба заходит в реку из озера Мичика Сезон нереста начинается в октябре и кончается в первой декаде ноября На нере заходят в реку такие рыбы как шинок, коха-салман, стилхед, браун-траут и рейнбоу-траут Температура воздуха на реке примерно 2 градуса по Цельсию, а река конечно намного теплее, поэтому идут испарения Конкуренты не отстают, вот мы видим ковчайка достает из-под воды огромную рыбу Рыбка Лови сребку большая и маленькая, если можно. Это фейт-ньюс. Все нормально. Люди знают, как сложно это делать. Вот Генас поймал первую рыбу, довольный как слой, а разверни ее так, чтобы было видно. Здорово, молодец, поздравляю. Давай относи ее в машину. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше там, где дерево заканчивается. Обойти надо сзади. Сейчас я его попробую к берегу подтянуть. Сзади надо обойти. Он рвет, блядь. Девочка? О, шикарно. Производим замер рыбы. Самочка. Хорошая. 84 сантилетра. 33 нича. Класс! Замерим 33 инча или 84 сантиметра 33 инча или 84 сантиметра Окей Теперь будем взвешивать Так, позируемся с рыбами Вот они Такие вот с икрой Вот они Сейчас мы взвесим эту самочку Посмотрим сколько она весит 23 паунда 23 паунда 23 паунда Вот Ничего себе Рыбешка Первым делом мы извлекаем икру Ну а затем мы разделываем рыбу на филе Если икра еще не отделилась от пленки то необходимо с помощью теннисной ракетки прочистить ее При экстракте икры из брюшины рыбы важно то обстоятельство что икра не должна соприкасаться с водой После того как вся икра была извлечена в миску теперь можно влить раствор от кипяченой соленой воды комнатной температуры Раствор готовится заранее 1 столовая ложка соли на 1 литр воды Помешиваем икру в соленом растворе 1-2 минуты и сливаем через дошлаг тем самым очищая от примесей сгустков крови Готовим соленый раствор используем крупную кошерную соль или морскую 3 полные столовые ложки из расчета на 1 литр воды Забрасываем в кипяток соль и размешиваем через 5 минут при температуре около 80-90 градусов Цельсия Забрасываем икру в рассол Температура сразу падает до 50-60 градусов Постоянно помешивая для ровной засолки в течение 10-13 минут сливаем раствор с икрой в дуршлаг и даем стечь жидкости Через 10-15 минут выкладываем икру для просушки на бумажное полотенце на время 2-3 часа Оставшиеся сгустки крови на икре можно снять с использованием бумажного полотенца Подпишитесь полотенца и колотенца Делаем расфасовку икры в емкости и ставим в холодильник до одного месяца для использования. При хранении на длительный период необходимо загрузить сразу в морозильную камеру. Ребята за здоровье, сейчас будем тестировать икру, вкус специфический. Субтитры сделал DimaTorzok